Александр Повецкин и Кристиан Хам. Какое впечатление у нас проведало Повецкин? Не сложилось ли впечатление, что Повецкин был на мототону? Не то, что не сложилось, но все видели все. Во-первых, Макс, наверное, слышал и говорил, что он технически тоже нет прогресса. Он очень предсказуемый. Он очень долго готовит атаки. Нет механики с комбинационной работой. Он не знает, с чего начинать. Он очень долго стоит против соперника и не знает, что делать. Хотя тот заблоченный и он из себя совершенно ничего не представляет. Понятно, что стоит высоко и все прочее. Но это вопрос других маленьких вещей. Александр Повецкин начал сотрудничать с Иваном Кирхой. Для меня он был интересен, когда боксировал раньше. Когда с Беловым начинал. Он из движения работал. Вопрос в том, что сейчас он стал сильнее физически. Выносливее стал, жестче стал. Я уже это говорил. Меня спрашивали, что он жестче стал. Его рука стала тяжелее, пожестче. Но, опять же, все его траектории, ударов и комбинации, они далеки от того, чтобы… После боя сказал, что в такой форме нельзя подходить к чемпионским боям. У него есть шансы поединка с чемпионом, если он не прибавит в такой форме? У него есть шансы. Если он технически станет, во-первых, сбалансирует. У него плохой баланс. Он все время теряет баланс после атак. Его легко более крупному боксеру подмять под себя, склинчевать. Но его природная одаренность, мне кажется, среди тяжеловесов самая высокая. Его ручная скорость очень запредельная, можно сказать. Его руки очень быстрые. Он очень решительный и волевой, духовитый боксер. То, что мало в супертяжелом весе. Там очень много инвалидов по психике, по всем показателям. Но он выделяется явно в лучшую сторону. Вопрос только в технике точистки и подготовке. Вот в чем он не прогрессирует.